Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Переоснащение медучреждений. В первую городскую больницу поступило более 1300 единиц нового медицинского оборудования. Первенство покорителей глубин. В Севастополе прошел открытый кубок Крыма по фридайвингу. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло посетил первую городскую больницу. Напомним, по программе переоснащения медучреждений в течение полутора лет планируется поставить в город порядка 2500 единиц медицинской техники. В пятницу глава города осмотрел новое оборудование и пообщался с пациентами. Реанимация первой городской больницы. Последние лет 20 техника здесь работала на пределе. О новом оборудовании оставалось только мечтать, вспоминают медики. Флюорографы, маммографы, ультразвуковые аппараты, лабораторная диагностика. Аппараты мы специально неоднократно подчеркивали в репортаже. От 60 до 300 исследований в час позволяет делать такая мощность аппаратуры. Делать исследования с выделением мельчайших молекул. Не видно такого равного по объемам модернизации на технического перевооружения. Это не потому, что это надо было делать других субъектов. У нас просто нет выбора, нет выхода, потому что предшествующие 30 лет этого ничего не производилось. И сегодня это надо сделать в кратчайшие сроки, потому что вот в кратчайшие сроки современная безопасная медицинская помощь должна стать доступной. Сейчас операционные оснащены не только новыми столами, но и современными наркозными и дыхательными аппаратами. Здесь применяют новейшие хирургические технологии. Опухоли удаляют при помощи эндоскопических приборов. В арсенале у медиков и мониторные станции, которые выводят на экраны данные пациента. Давление и пульс, так что врач может наблюдать за состоянием больного дистанционно. Аппараты ультразвуковой диагностики позволяют непосредственно у постели больного проводить все исследования. Мальчуковость присутствует у любого врача. Поэтому когда появляются новые интересные технологии и оборудование, которые возможно использовать, и не просто использовать, а широко, совершенно спокойно, то есть она всегда интересна. Тем более спектр возможностей, который позволяет реализовать, то есть здесь две стороны медали. С одной стороны интерес совершенствование технически, то есть и с другой стороны тот спектр помощи, который мы сейчас можем, уже сейчас можем и оказываем жителям города, он несоизмерим на самом деле. Если говорить о высокотехнологичных операциях, раньше, даже в 2014 году, эти пациенты все уходили на больницы центральной части России, да, то есть на федеральные центры. Сейчас только в первую городскую больницу, вот за стекший период, за короткие буквально два месяца, мы уже выполнили порядка 41 высокотехнологического медицинского вмешательства. Визит губернатора в первую городскую больницу был незапланированным. Сергей Миняйлов встретился с врачами, осмотрел оборудование, но главная цель посещения медицинского учреждения – общение с пациентами. Губернатор, хорошо, врачи оттуда все хорошо, несколько раз перефекают, спрашивают, как же долго, когда вы, все хорошо, спасли. Хирургия, травматология, нейрохирургия, гинекология. В эти отделения первой городской больницы поступило более 1300 единиц нового оборудования и хирургических инструментов. Начинают уменьшаться очереди и сроки выполнения лечебно-диагностических исследований. Мы с января по июль по некоторым диагностическим процедурам сократили в 5-7 раз сроки ожидания пациентов. Это от полутора месяцев до трех дней. Я хотел просто подчеркнуть такие вещи. Второй момент – стационар, где оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь. Это, во-первых, расширение спектра хирургических вмешательств. Второе – это повышение комфортности для самих пациентов. У нас вот четыре учреждения, благодаря новому оборудованию, получили лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь. Юрий Восканян отметил, по четырем профильным программам за полтора года в Севастополе планируется полное переоснащение всего технического оборудования городских больниц. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Судебные приставы Севастополя подвели итоги работы за первое полугодие. На коллегии присутствовал глава ведомства Артур Парфенчиков. Он заслужил отчет о деятельности городской службы и отметил, что местное управление уже вышло на всероссийский уровень. Полгода назад она формировалась, а сегодня это полноценное управление, которое практически за редким исключением, в силу остающихся каких-то объективных фактов, ничем не отличается от таких же управлений по территории всей России. Поэтому задачи сегодня управлению ставились без уже всяких поправок на процесс формирования. Задачи ставились как полноценному действующему управлению. Для россиян уже несколько лет работает специальный сервис на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, где любой может проверить, является ли он должником. С недавних пор и севастопольцы могут воспользоваться этой услугой. С мая месяца от горожан зарегистрировали уже порядка 1500-1500 запросов. Это можно сделать через наш сайт. Кстати, сайт у нас один из лучших среди государственных органов власти Российской Федерации. Вы можете выйти на этот сайт www.3wfssprus.ru, там вы сразу увидите такой формат оранжевого цвета, такой прямоугольник, узная о своих долгах и, в общем-то, дальше все одним нажатием решается. Еще одно важное нововведение – переход на общероссийскую электронную систему исполнения судебных решений. Благодаря ей должностным лицам будет доступна вся информация о задолжнике. Раньше работа приставов велась на бумаге с помощью почтовых запросов. Это существенно задерживало процесс. Сейчас же в управлении на рассмотрении свыше 20 тысяч дел. Работа электронной системы позволит закрыть сразу 30% из них. Внедрение информационных систем, чтобы в режиме онлайн мы получали информацию о наличии счетов должника и имущества, и чтобы в режиме онлайн могли списывать с этих счетов задолженность. Через год с моим участием, без моего участия, через 10 лет, да, этот регион должен быть, служба ФССП в этом регионе должна быть одна из лучших в России, потому что население очень законопослушное, потенциал огромный здесь. В центре города пресечена несанкционированная торговля квасом. Закрыты две точки. Разрешений на установку бочек и продажу напитка у предпринимателя не оказалось. В итоге бизнесмен привлечен к административной ответственности. Подробности в наших следующих выпусках. В Балаклаве завершился открытый чемпионат Крыма по фридайвингу. Соревнования по глубинным дисциплинам проходили на протяжении двух дней. В них участвовали порядка 30 спортсменов из Севастополя, Симферополя, Евпатории, Москвы, Санкт-Петербурга и Алчевска. Они разыграли комплекты наград в трех упражнениях на глубину погружения. Одно из упражнений, которое выполняли участники чемпионата Крымского федерального округа по глубинным дисциплинам фридайвинга – ныряние с подтягиванием по тросу на руках. Первый день соревнований дул сильный северный ветер, который разворачивал базовое судно, стоящее на якоре. Из-за этого трос отклоняло. Спортсменам приходилось не просто нырять или всплывать вертикально, но и компенсировать горизонтальное направление. В этом упражнении лучшим был севастополец Вячеслав Кулешов, установивший новый рекорд Крыма в 51 метр. Одни соревнования стоят 10 тренировок по объему накопленного опыта, по тому, насколько человек должен задуматься над тем, что он делает. Это прекрасно, я хочу сказать, что участие в соревнованиях, несмотря на то, какого результата вы добились, это хороший повод для того, чтобы вырасти и стать чуть выше над тем, кем вы были вчера. Во второй день соревнований ветер утих, волнение моря упало, температура воды была около 25 градусов, прозрачность достигала 15 метров, а термоклин встречал спортсменов глубже 40 метров. В нырянии с постоянным весом в ластах среди мужчин лидировал Вадим Кузьмин – 52 метра. Первый день был очень сложный по погодным условиям, большая волна была, течение сильное, по тросу тяжело шлось, сливало, на бок положило, не дошли. А на второй день очень замечательно, течение не было, волна хотя бы была, но вполне себе нырятельная погодка. Заняло там каким-то чудом первое место. Награды призеры чемпионата принимали от ветеранов подводного спорта, в том числе и от мастера спорта СССР Анатолия Шорохова. Глубина – это стихия, стихия, которую надо было брать. И эти смелые люди, конечно, достойно выполняли эту работу. Учите, что эта, конечно, работа тяжела тем, что вода – это такой вид спорта, что тут всегда нужна выдержка и самое главное – самообладание. Приз зрительских симпатий, сертификат на приобретение подводного снаряжения на сумму 10 тысяч рублей вручили Сергею Никитину, начинающему спортсмену и самому старшему из всех участников. 53 года он активно увлекся фридайвингом и в этом году на зимних курсах сделал первые шаги. Сергей Никитин уже добился немалых результатов, достиг отметки в 32 метра. В целом же, отмечают организаторы, чемпионат прошел успешно. Спортсмены уже готовятся к следующим соревнованиям. Новый тренировочный сезон начался. Владимир Ларионов, информационный канал Севастополя. 14 августа в России начался медовый спас. А это значит время пробовать свежий урожай продуктов пчеловодства. Традиционно к празднику в торговом зале на улице Пожарова открылась ярмарка меда. В ассортименте как уже полюбившиеся, так и новые сорта янтарного лакомства. К середине августа соты в ульях заполнены и пасечники приступают к сбору урожая. Акация, липа, цветочные разнотравья. Свежий мед здесь можно не только купить, но и попробовать. А продавцы проконсультируют и помогут в выборе. Я, во-первых, покупаю боярышнику, потому что у меня больное сердце, обестрелие. А акацию покупаю, потому что тоже она полезная, такой мед. И еще липу. А липа, она от простудных заболеваний. Для желудка очень полезная и для всего буквально. И для мочеполовой системы, и для сердца, и для почек, и для печени, и для всего. Нравятся обслуги хорошие, все расскажут, все покажут, посоветуют. Обычно я беру стакан водички, и, ну, можно развести, но мне как-то лучше нравится. Хотя я ложечку положила в рот и водичку эту выпила. На ночь, днем. И мне как-то это утром и на ночь. Из новинок здесь горная липа из Белогорского района. Пасека там находится на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря. Всего же на ярмарке представлено более 30 сортов сладкого янтаря. В честь православного праздника мед осветил настоятель храма имени преподобного Сергия Радонежского, отец Александр. Святой водой он окропил и другие продукты пчеловодства. Свежая пыльца сейчас в данный момент на ярмарке меда. Маточное молочко, перга. Вся наша продукция натуральная. Все для нашего здоровья. Для сосудиков очень хорошие бальзамы для укрепления сосудов. Циркуляция крови, давление стабилизируется. Галерин – это бронхи, бронхиты лечим, бронхиальные астмы, вплоть до того, что в пневмонии. Мед с чабрецом и донником для сердца, липовый для органов дыхания, разнотравье улучшает иммунитет, говорят специалисты. Здесь для покупателей традиционно широкий ассортимент на любой вкус и кошелек. В честь медового спаса у нас проходит акция, и мы продаем трехлитровый бутыль с разнотравием. По цене 678 рублей за трехлитровый бутыль. При этом бутылечек надо приносить с собой на обмен. А наша акция проходит с 14 по 28 августа. На пожаре 21, установка Галины Петровой. Кроме того, в честь медового спаса на проспекте Победы в районе автостоянки, не доезжая до Воронцовского рынка, открылся новый магазин казацкого меда. В торговой точке действует акция. При покупке любого сорта сладкого янтаря каждому покупателю в подарок банка гречишного. Ну а на пожаре 21 ярмарка меда продлится до 28 августа. Работает ежедневно с 9 до 17 часов.